а вот он бассейн после одного дождя здесь залито у нас тяжечко ребята и вот такой стоит бассейн но хорошо что у нас ниже рубероида соответственно то есть вода как бы подходит под бетон газоблок не мог нет ждем пока высохнет друзья всем привет с вами владимир коваленко он же мастер кладки сегодня немножечко необычный ролик без кладки кирпича без кладки газобетона но связанный с газобетоном сегодня поговорим о цементной гидроизоляции почему потому что вы сами у меня спрашивали а именно какой момент поехали и как вы уже увидели начале ролика вот этот момент бассейн а вот именно этот момент он и есть что же будет если газобетон напитается этой водой если у вас полы в уровень соколем с нулем друзья как вы видите у нас полы запущены на 50 миллиметров от гидроизоляции и даже если сейчас пройдут капитальные дожди не один дождик как вот сейчас что бассейн залил у нас здесь попадает солнце здесь вода высыхает там в тенечке стоит бассейн и многие спрашивают вова вот у меня стоит вода и напитывается на за бетон что делать как уйти от этого можно ли допустим вскрыть гидроизоляции какой-то ну не знаю там 50 100 миллиметров газобетон будет ли он дальше тянуть воду или нет поможет ли цементная гидроизоляция или не поможет подскажи пожалуйста может быть как-то протестируя этот момент стоит ли тратиться на материал заморачиваться ну в общем то проводить вот эти все ну не тяжелые но тем не менее требующие какие-то временных затрат мероприятия потому что многие делают сразу полы выводят в ноль в ноль соколем кто-то заливает прям плитой на цоколь вот и соответственно когда здесь наливается какая-то вода то она стоит в данном случае у нас стоит вот здесь да здесь бетон под низом если заливается западлицо с соколем естественно вода стоит вот здесь и напитывается влагой а если это под зиму же естественно питается влагу ну и соответственно люди уже боятся что напитается мороз там порвет и так дальше ну провести эксперимент естественно на живом доме я не смогу а вот протестить на небольшом участке я думаю мы сможем поехали итак друзья мы уже тестировали клей от баугут показал он себя достаточно таки отлично и достойно поэтому ну не стал выбирать потому что на рынке куча этих всех гидроизоляции цементный до рассматривал цементную не обмазочную мастику какую-то куча гидроизоляции цементных решил уже как бы начать с того же самого бренда который показал себя клею для кладки газобетона неплохо баугут мешочек взял и тестовый наш образец думал как же это все дело протестировать сейчас в общем взял у блок скручу с двух сторон точнее не скручу а на пену приклею две вот такие вот перемычки заглушки да как хотите вот верху внизу получается корыто обработаю это корыто гидроизоляцией минимум два слоя не знаю может быть нанесением тонким слоем шпателем может быть кистью производитель пишет можно и кистью наносить можно тонким слоем шпателя естественно здесь должно быть все обеспылено и чисто будет у нас корыто прогидроизолируем и зальем водичку и посмотрим насколько держит это гидроизоляция ребята нанесу два ну может быть даже три то есть на все это дело мне понадобится ну трое суток ребята какие требования к основанию подготовки основания инструменты какие нужны как приготовить смесь как укладывать гидроизоляцию все это дело естественно расписано на мешке основание очищают от пыли наплыва участков с пониженной прочностью высовывая веществ снижающих адгезию естественно ну то есть все это дело расписано можете почитать ссылочка будет в описании под этим видео вот все подробно не будем на этом останавливаться вот друзья наверное для нас самое главное смесь укладывает не меньше чем два слоя то есть а ну а мы сделаем 3 растворную смесь наносят тонким слоем шпателем или щеткой в одном направлении без перекрестных движений на влажную но не мокрую основу придерживать метода мокрые на мокрые следующий слой наносится после затвердения предыдущего но не раньше чем через 24 часа в направлении перпендикулярном предыдущем то есть первый слой мы в длину наносим второй в поперек но только после высыхания уже ребята а и и и и и и и и корыто у меня готово что я сделал я приклеил на пену чтобы плотненько было и быстро все мы знаем что клей пена прихватывает элементарно то есть полдня где-то пока тут свои дела делал корыто склеилась обрезал пену что еще сделал ну вы любите всегда чтобы с грунтовочка было поэтому для чистоты как бы эксперимента обработал немножечко внутреннюю часть корыто грунтовкой зачем потому что как бы ты вот здесь вот не выметал не мочил всегда будет лететь с газоблока пыль здесь вот смотрите ни единой пылинки нет все прогрунтовал склеили все-таки все пылинки немножечко что-то взял на себя потому что гидроскопичность приличная у газета то есть он сразу на себя берет влагу но здесь вот смотрите здесь летит здесь конечно чистота все можно сказать стерильная чистота дальше замешиваем нашу цементную гидроизоляцию по угуд и наносим первый слой ребята заколотил я выждал пять минут и сейчас еще раз переколачиваю и наносим а а Все, ребята Короче, сейчас я нанес вдоль Вот тут еще чуть-чуть Все, красиво Сейчас я нанес вдоль Второй раз, завтра Через 24 часа я поперек нанесу И третий заключительный вдоль нанесу Сейчас я наши экспериментальные корыта Спрячу в вагончик Там ему будет и температура То, что надо для гидроизоляции И сквозняка не будет Ну что, встретимся на втором замесе Так, ребята, ну что, отлично Первый слой у нас подсох Естественно, прошло 24 часа Ровно в такое же время Сейчас снимаю Четко буду в одно и то же самое время, друзья, снимать 24 часа, не меньше Вот так вот все это дело выглядит, друзья Обмазывал вдоль Сейчас буду обмазывать вот так вот В поперек и последний вдоль Ладно, поехали, не затягиваем Второй слой у нас готов Ну что, друзья, третий день у нас пришел Поперек второй слой есть Сейчас делаем третий слой Опять 24 часа И тестируем Кстати, по секрету вам скажу У меня еще тут стоит рядышком Скажем так, для меня тест Неформальный Поехали, наносим Первый в длину был Второй поперек Третий в длину Готово Ребята, последний слой у нас Ну что, ребята, третий слой готов Для меня 24 часа Может быть, немножко больше В зависимости от того Как у меня будет по времени завтра И будем тестировать Ну а для вас, как всегда, одна секунда Три дня у нас прошло Три слоя нанесено Вдоль, поперек И последний слой вдоль Ну, получилось По толщине не могу сказать Ну, что-то какая-то толщина, конечно, появилась Ну что, переходим теперь К нашему тесту непосредственно Сейчас наполним водой И посмотрим Стоит у нас здесь вода Или же уходит все-таки Поехали Дабы не разбрызать Решил наливать С бутылки Потому что Если сейчас разбрызгай О, а так самое оно Пошла возле по селу Смотрите, бассейн какой Ух, красота-то какая Можно рыбок запускать Ну я по уровню уже не выставлял блок То есть наливаю практически полный Опа Мне нравится Эта тема Ну что, друзья Где мы можем это наблюдать? Естественно, по краям По краям, что у нас здесь Все сухо То есть гидроизоляция держит Это естественно Это агрессивные условия, ребята Это агрессивные условия Не знаю, друзья, сколько его держать Но я думаю, если она работает То она будет работать и дальше То есть тут такого не будет Что она сейчас работает А через 3 часа Она по-другому как-то заработает То есть начнет где-то там Наверное пропитываться Или как Мне кажется, если она работает То работает Тем более Через 24 Три слоя Все выполнял четко По инструкции На сквозняке не держал Температуру придерживался В вагончик заносил На улице не оставлял Под ультрафиолетовыми лучами солнца Не стоял На сквозняке не стоял Прогрунтовано Одним слоем грунтовочки Ну вот так вот Стоим, наблюдаем Смотрим Ну в принципе Мы так наблюдать, ребята Можем, конечно И сутки Но это никому не интересно Поэтому я считаю Что цементная гидроизоляция Баугуд Свою задачу выполняет На все 100% За это можно поставить лайкосик Сколько же ее держать Наш самому интересно Оно не пропитывается Вообще ни черта Давай сейчас просто еще На газик, короче, плюхнем Ребята, у нас уже солнце заходит Дело в том, что А все как стояло Так и стоит Вода стоит Аквариум То есть просто великолепный Ой, как красиво Водить Ой-ой-ой-ой Мохнет, мохнет Нам, чтобы мохнуть Нельзя Ребята, мы сейчас сделаем И еще один тест Заключительный Но надо Аккуратно Выбрать воду Сейчас отсюда Хотя в принципе Даже если я сейчас Вылью То ничего страшного Что я хочу сейчас сделать Я сейчас хочу Распилить И посмотреть На срезе Если нравится Если вам эта идея Ставим лайк Так, воду вылили Опа Ну Так как-то так Тут немножечко Подмокло Но нам Главное Посмотреть Что сейчас будет На разрезе Кракен у нас Сегодня отдыхает Поэтому придется Немножечко Заняться физкультурой Ну что, поехали И теперь Без никакого монтажа Без никаких Вырезок Ребята Смотрим Что у нас получилось Здесь Здесь все Абсолютно сухо Пожалуйста Все Абсолютно сухо Ну что, друзья Цементная Гидроизоляция Баугуд В данном случае Которую мы Протестировали Показала себя На все Сто процентов Поэтому Смотрите Можно обрабатывать Подвалы Погреба Какие-то Да Вот В данном случае Если первый этаж У вас Многие закладывают Сразу первым рядом Допустим Газоблока Да Или первый ряд Два кирпича В зависимости от того На сколько пол поднимается И все Таким образом Формируют Бассейн Аквариум Да Замкнутое пространство И когда Естественно Дождь Все это дело Наливается А если это осень А если это морозы Пропитывает Газоблок Может ли вас спасти Цементная гидроизоляция Баугут Я думаю На все Сто процентов Ссылочка на гидроизоляцию Баугут Естественно Будет в описании Под этим видео Заходите Покупайте И пусть она поможет В решении Ваших проблем А с вами Как всегда был Владимир Коваленко Он же Мастер кладки Я как всегда Желаю вам удачи И хорошего настроения Всем пока Чуть не забыл Самое основное И Спонсором Нашего Сегодняшнего Ублока Был наш Заказчик Саня Лайк Саня Продолжение следует...